Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ирина, я очень рада видеть вас на своем канале. Ну, я думаю, вы уже поняли, что я наконец-таки решила снимать свою мыльную коллекцию, свои мыльные запасы, называйте как хотите. И первое, что вам покажу, это хозяйственное мыло и дегтярное. Это самая немногочисленная категория мыла в моих запасах. В общем-то, я это мыло люблю, использую, но у меня очень экономичный расход по данным категориям, и я все-таки стараюсь сдерживать себя в плане покупок мыла в этой категории. Вот в этой коробке у меня хранится обычно хозяйственное мыло, в этом контейнере для стирального порошка я храню свои дегтярыши. На самом деле, по количеству мыла вышло уже за пределы тары для их хранения, и часть кусочков, в первую очередь задвоенных, я решила перевести в ближайшее использование, но о них мы поговорим в другом видео. А сегодня посмотрим только, ну, можно сказать, пока коллекционную часть или такие, скажем, запасы на далекое будущее. Итак, надеюсь, что вам будет интересно и приятно провести время на моем канале, и мы с вами начнем обзор с хозяйственного мыла. Поскольку мы все-таки смотрим коллекционную часть, я позволю себе упаковки не вскрывать, буду это делать только в том случае, если безболезненно можно мыло упаковать обратно. Надеюсь, вы с пониманием к этому отнесетесь. То мыло, которое я планирую для ближайшего использования, я, конечно же, в другой части обязательно все открою и вам покажу. Итак, начинаем, как я уже сказала, с хозяйственного мыла. Первый представитель в моей коллекции – это Невская косметика. Хозяйственное мыло «Солнышко» с ароматом лимона. Здесь вес 140 грамм, очень приятный аромат, слышен сквозь упаковку, и я, в принципе, хотела бы всю линейку хозяйственных мыл от «Солнышко» собрать, но пока коробочка еще полна и, в общем-то, покупки не планирую. Есть у меня хозяйственное мыло от «Долан». Оно белое, с ароматом лаванды. Кусочек довольно-таки уже сухенький, вот он стал гораздо меньше своей упаковочки. Здесь 110 грамм. Ну, знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, хозяйственным мылом от «Долан» можно и как туалетным пользоваться, настолько у него приятный аромат. Есть в моей коллекции два мыла раритетных. Это хозяйственное мыло «Друг». Это, по-моему, украинское производство. Вот еще старая версия упаковки, я, насколько понимаю, у него дата производства июнь 2010 года и истек срок годности в июне 2013 года, соответственно. Даже вот сквозь упаковочку видно, что кусочек уже пошел пятнышками, но все-таки это довольно-таки редкий экземпляр, пока не открываю. Здесь было 135 грамм, но, наверное, уже все-таки кусочек усох. И за временем второй кусочек я открывала, смогу вам показать. И вот, кстати, вот открытый кусочек лучше выглядит. Нет на нем пятнышек никаких. Вот, довольно-таки интересно. Это мыло предназначено для деликатной стирки и чувствительной кожи рук. Далее есть у меня кусочек мыла без упаковки. Я к своему студу все время забываю, как правильно, щедро или щедро. Ну, я думаю, что меня поправят в комментариях. Вот такая прелесть. Он уже тоже очень давно в моей коллекции. Могу сказать, что потемнел. Стал более красивым, более интересным. Хочется мне, конечно, его очень помылить. Но, поскольку он у меня в единственном экземпляре, я все-таки решила пока его похоронить в своих мыльных запасах. Еще один есть кусочек у меня без упаковки. Это мыло промо. Я, если честно, не знакома с этой маркой. 72 процента, 300 грамм. Тоже вот структуру начал проявлять. Довольно красивый кусочек. И мне нравится его аромат. Он очень приятно пахнет. Такой нежный запах. Хочется его вдыхать. Полосочки такие в структурке. Я думаю, тоже будет очень красивое умыление. Но, честно признаться, пока еще тоже жалко мне его мылить. Так, есть у меня хозяйственное мыло от Леном. Это Беларусь производит. 140 грамм вес кусочка. Называется оно советское. Ну, такое стилизованное оформление. Времена СССР. 72 процента. Такой интересный экземпляр. Тоже один. И, в общем-то, не знаю, наверное, не буду его мылить. Похраню в коллекции. Есть у меня кусочек хозяйственного мыла марки Биом Нио. Это, в общем-то, Эвко Косметик изготавливает. Это мыло пятновыводитель без запаха, гипоаллергенное для детского белья. Подходит 200 грамм кусочек. Довольно-таки внушительный. Сразу скажу, что у меня вот эти кусочки два. И один из них, конечно же, пойдет в ближайшее использование. Ну, а этот пока будет храниться в коллекции. Ну, и последний Косик, который у меня есть в наличии. Это тоже довольно-таки интересный представитель. Сейчас я посмотрю, кто его производит. Точнее нашла. Написано, что делают его в Малайзии. Это салар с виноградом. Очень классный, думаю, будет у него аромат. Но вот что интересно. Здесь написано, что это универсальное хозяйственное мыло. Можно использовать для ванной и стирки. И подходит для всех типов кожи. Способ применения. Спейте мыло, нанесите на руки или тело. Затем смойте водой. То есть получается, им можно мыться. И если вот саму упаковку внимательно поразглядывать, то вот тут вот написано, что это туалетное мыло. В общем-то, не знаю, кому верить. Так, а что это у меня с ним происходит? Давайте мы его откроем. Я впервые такое вижу. Смотрите, что это? Даже страшно стало. Боже мой. Боже мой. Что это такое? Я не знаю, что это, ребята. Я впервые это вижу. Кто знает, напишите. По-моему, мы будем тебя, дружочек, мылить незамедлительно. Боже мой, я впервые такое увижу. Да, конечно, я тут намусорила. Я в шоке. Друзья, если кто знает, что с ним, напишите мне обязательно. Ужас. Вот это сюрприз. В общем, у кого есть салары, девочки, мальчики, проверьте. Вот такая может быть штука. Мне уже даже теперь страшно его использовать. Не будет ли вреда для кожи? Ну, и поскольку вот такой сюрприз приготовил нам салар, я решила заменить его на другое мыло, вернее, на него другое мыло, которое изначально хотела взять в использовании, но верну его в коллекцию, потому что столько кусочков, сколько я взяла в использовании, хозиков для меня и так достаточно много. В общем-то, возвращаю в коллекцию вот такое ноунейм мыло хозяйственное, 72%. Я его почему хотела использовать, потому что, видите, тоже оно немножечко потемнело. Но я думаю, в принципе, это ничего страшного, пока, может быть, еще сможет немножечко полежать в коллекции. Ну, девочки, кто знаток мыла, тоже напишите мне, что вы по этому поводу думаете. Вот. Ну, а это, в общем-то, все, чем я обладаю сейчас в запасиках. По хозяйственному мылу. Сейчас мы это все уберем и посмотрим дегтярши. Ну, а мы с вами переходим к запасам дегтярного мыла. Вернее, даже к коллекционной пока части дегтярного мыла. И первое, что хочу вам показать, это на данный момент мое любимое дегтярное мыло, из всех, которые я пробовала. Это Невская косметика. Масса у него 140 грамм. И мне очень нравится оно по аромату. У нас это мыло в свободном доступе, но все равно вот у меня в коллекции лежит один кусочек. Далее редкие мылки вам покажу, которые у нас, в общем-то, сложно приобрести. Часть из них мне в подарок приходила. Ну, во-первых, это твердый шампунь мыла от марки Баника с березовым дегтем. 100 грамм кусочек. Его можно использовать как для волос, так и для тела. Я его не открывала, он у меня запечатан. Пока не хочу этого делать. Здесь вот такая веревочка. Так, понимаю, она из самого мыла идет. Вот такая прелесть, интересность. Еще один довольно-таки интересный кусочек. Арома Саулес, наверное, так называется марка. Здесь 85 грамм. Так, а кто у нас изготавливает? Давайте посмотрим. Это Беларусь. Интересно. Я уже даже забыла, чье мыло у меня в коллекции находится. Здесь вот можно достать его, посмотреть. Такой круглый черный кусочек. И мне кажется, он у меня начал немножечко потеть. Стал глажноватым. Да, я думаю, что я, наверное, возьму его все-таки в использовании. Помыли с удовольствием. Причем оно испортится. Давайте буду вот так вот в сторону откладывать. Все-таки полезно перебирать запасы. Дальше. Еще один редкий для моего региона кусочек. Это сибирский маловар. Здесь 150 грамм. Изготавливается оно в Новосибирске. Чувствую тоже, что прилип кусочек к упаковке. Но пока еще вроде бы не критично. Он все-таки пусть полежит в коллекции. Есть у меня дегтярное мыло от Домашнего доктора. Так, это Словакия. Если честно, в общем-то, мыло Домашний доктор не особо меня впечатлило. Своим качеством, своими ароматами. У меня много было в коллекции. В общем-то, я их все вылила. Оставила только упаковочки. Ну вот, дегтярное пока храню. Вроде бы с ним все в порядке. Кусочек небольшой, 70 грамм. Далее. Еще необычный кусочек. Это Польша. 100 грамм здесь. Давайте посмотрим, все ли с ним в порядке. Ну да, здесь все хорошо с кусочком. У него очень приятный тоже аромат. Такой, знаете, чуть с дымком и чуть горьковатый. Прелесть. Те, кто любит дегтярное мыло, меня поймут. Хотя я знаю, что есть его ярые ненавистники. Так, что еще у меня из интересного. МИ Энд Ко. Натуральное туалетное мыло. Березовая роща. Здесь изначально было 75 грамм. Но кусочек, мне кажется, мусор. С момента того, как я его приобретала. Но, с другой стороны, он аромат не потерял. С ним все в порядке. Какой-то он красивый. Текстурный. И очень нежный такой аромат у него. Ну, насколько может быть нежным аромат дегтярного мыла. Я думаю, вы меня понимаете. Еще редкий для меня кусочек. Это Ежикан Екатеринбург. Формула чистоты дегтярное мыло. Давайте посмотрим. Открытый он у меня. Ну, мыло абсолютно сухое. С ним все хорошо. Может, еще полежать в коллекции. Ой, тоже очень хорошо пахнет. Так. Дальше. Это не редкость для моего региона в свободной продаже. Это НМЖК. Рецепт чистоты. Линеечка дегтярная. Видела, что новинка вышла. Такого мыло от НМЖК. Но у нас пока в продаже не видела. Только вот такие кусочки. Но они всем знакомы. Особые ценности, наверное, не представляют в коллекции. Но, тем не менее, он у меня есть. От Линома. Есть у меня кусочек дегтярного мыла. Марки специальная. С натуральным сибирским дегтем. 140 грамм. И кусочек очень светлый. У меня, по-моему, дубль такого есть в использовании. Мы его потом посмотрим. Интересна у него такая текстура. От ВМЗ. Есть у меня кусочек дегтярного мыла. Не знаю. Аромат сквозь упаковку не слышен. Но он у меня один. Какой я не хочу из коллекции выводить. Так. Еще интересный кусочек у меня есть от Сибирины. Дегтярное мыло. Ручной работы. У него с роганности, по-моему, вышел. Тоже 90 грамм. Он внутри еще упакован в бумажку. Но сквозь бумажку я слышу, что аромат абсолютно не изменился. Хотя вот у меня такое было мыло обычное. Туалетное с мятой. Оно от хранения потеряло свой аромат. Но все-таки вот, видимо, дегтя в этом плане более долговечен. Пусть пока лежит, радует меня своим наличием в коллекции. Этот кусочек. Так, что мне еще тут интересного. Дегтярное мыло от НМЖК. Тоже есть дубль. В серии про мыло на использовании мы его с вами посмотрим поближе. Есть, и все остальные у меня, по-моему, тоже будут задвоенные кусочки. Это от Аиста. Дегтярное мыло. Так, здесь сколько вес? 140 грамм. Да, тоже довольно-таки приличный. Еще один кусочек от Леном с березовым дегтем. Мне вот интересно, они будут одинаковые или нет? Нет, наверное, все-таки разные. Здесь антибактериальное действие, а здесь антимикробное. Здесь с натуральным сибирским дегтем, здесь с березовым. Ну, возможно, и отличаются, конечно. В общем, в мылах на использовании мы их посмотрим. Так, ну и последний коллекционный кусочек, который у меня, кстати, тоже задвоенный. Я специально заказывала два, чтобы попробовать. 140 грамм дегтярное мыло Шик. Это украинское производство. Очень красивая упаковочка, мне нравится. Так, друзья мои, ну что ж, перебрали мы с вами первые две категории моего кускового мыла. Вот, выявили проблемные даже кусочки. Хотя, в общем-то, делать я этого не планировала. Так случайно получилось. Ну, и в следующей части мы с вами, наверное, посмотрим хозяйственное и дегтярное мыло, которое я беру в использование. А потом уже перейдем непосредственно к туалетному мылу. Субтитры создавал DimaTorzok